Я думаю, что в этом ролике мне придется не так много разговаривать, но боюсь, что мне придется много смеяться. Давайте сразу для начала послушаем. Это обязательно нужно послушать. Соратниками, каждому революционеру первой волны, каждому это нужно сказать, мы дадим квартиру. Я имею в виду народ, когда придет к власти, огромное количество жилья останется, мы будем это жилье распределять, прежде всего получит это жилье каждый, кто выйдет. Вот выходим 5-го, 11-го все и решаем сразу свою жилищную проблему. Кто выйдет в Москве, тот получит в Москве, кто выйдет в каких-либо других городах, получит в своем городе. Если там вдруг нету и вам кажется, что у вас глушь, значит первая Москва это ваша. Езжайте в Москву, да. Езжайте в Москву, получите квартиру в Москве. Это главное, всем скажите, выходишь, получаешь квартиру. Все, вопросов нет. Выходим, побеждаем, все. И железное слово. Вот так вот. Слышали, господа? Хотите получить квартиру в Москве? К 5-му, 11-му подъезжайте, вам выдадут ключи на полном серьезе. Я вот думаю о каком-нибудь Томске, Новосибирске, Благовещенске, и бог его еще знает где. Вот все эти люмпины, все эти лохи действительно найдутся и скажут, «А ну-ка поеду-ка я в Москву, возьму-ка я себе там квартирку и мне, пожалуйста, вот эту вот прямо тут вот в высотке, в Сталинке». Вы представляете, какое счастливое будущее вам гарантирует такой человек, как Вячеслав Мальцев? Это же загляденье. Это Шариков просто умоется слезами. Потому что вот эти мальцевцы, я так понимаю, это уже четвертое поколение после Шариковых, они вам такое устроят, потеснят москвичей, а может быть даже и кого-нибудь по революционным законам к стеночке подставят. Почему бы и нет? Квартира эта жилплощадь-то нужна революционному народу. 30-50 тысяч, 60 тысяч квартир в Москве вот прямо сейчас он всем обеспечит. И это, обратите внимание, как он говорит, это мое железное слово. Вы слышите, это железное слово Вячеслава Мальцева. Квартира у вас там будет. Это еще не все. Слушаем дальше. Также, кто знает языки народа в Средней Азии, в группах у мигрантов, напишите. Каждый из мигрантов, кто вместе с нами выйдет, получит гражданство. Все, вопросов нет. Да, напишите. Здесь от соратников уступило предложение. Напишите этот текст по поводу гражданства на всех языках. То есть на таджикском, на узбекском. Я просто не знаю, какие у нас мигранты. На азербайджанском. И развешайте по местам их скопления. Они как... В местах их скопления. Обратили внимание? Как на тараканов или на клопов. Но это обычно говорят про насекомых. В местах их скопления. Значит, мало того, что все люмпины этой страны получат квартиру и прописку в Москве, также гражданство, а в том числе и опять же квартиру в Москве, получат все гастрарбитеры, с какой бы союзной республики бывшие они не приехали. Так что это шанс тоже для вас. Но это еще не все. Они пусть идут и занимаются в народном хозяйстве, делами и живут нормальной, праведной жизнью. Поэтому мы, конечно же, говорим им, что вам будет амнистия. А вы там сами включайте мозг и думайте, что вам делать 5-го, 11-го. И об этом, извини, об этом скажите. Я знаю, что в местах лишения свободы нас смотрят, слышат. Скажите всем, в том числе тем, кто вас охраняет. Они такие же, как вы. Там садистов, вы сами знаете, не так много. Это такие же люди, такие же бедолаги. Они вместе с вами в этих тюрьмах сидят, вынужденные за этой путинской системой дурацкой, сидеть в этих же тюрьмах вместе с вами. Нафиг им тоже это нужно. Вот так вот всех зэков на улицу, амнистию и желательно им тоже квартиру в Москве. Но ведь они же в конце концов могут принять участие во всех этих революционных событиях. У вас сейчас как там с криминальностью в ваших городах? Плохо? Так будет еще хуже. Вячеслав Мальцев вам ее гарантирует. У вас все станет еще веселее. Главное, революционно настроенных людей выпустите за решеток, чтобы они потом, но в случае чего, всем этим революционерам перерезали горло и взяли власть в свои руки. Правда, я не припомню такую страну, которая бы сделала такую глупость. Но, видимо, Россия будет первая, если допустить к власти таких умалишенных, как вот этот человек с внешностью Санта-Клауса. Ну а напоследок российские женщины, особенно москвички, должны быть благодарны Вячеславу Мальцеву вот еще за что. Вот спрашивают, голуба праздновать будем. Я так понимаю, что после того, как народ придет к власти, будет достаточно одетых баб, которые готовы, так сказать, построить свою семейную жизнь с приличными людьми, у которых тоже молодых людей очень много. Тем более с москвичами. Да, и у которых есть и жилье, и материальные условия, и доля в национальном богатстве. Хотя, с другой стороны, конечно, мы понимаем, что обеспеченные женщины, а после революции они будут обеспечены, будут, в общем-то, более привередливые, чем сейчас, да? Конечно, тут нужно будет еще и постараться кому-то, потому что, ну, как правило, как-то пытаются устроить женщины свою жизнь, когда у них нет ничего, в общем-то, идут на какие-то риски. А женщина, у которой все будет нормально, она будет самостоятельной. Поэтому мы все-таки за равноправие, и, конечно, женщин мы раздавать не будем, но я думаю, что, как бы, вот, более системными станут отношения в будущем. Чего, блядь? Ну, вот видите, вы должны быть ему благодарны за то, что он пока что решил вас не раздавать. Но все может измениться, вы понимаете. Революционеры, ребята, такие. Сегодня революция, а завтра. Товарищ Мальцев немного задумался, прежде чем решил вашу судьбу. Так подумал, да нет, женщины будут жить хорошо. Во-первых, они согласятся создавать семьи с этими самыми революционерами. Вы согласны, женщины, создать семьи с отличными ребятами, которые заполучат московскую прописку и квартиру? Ну, чем не вариант, правда же? Оставьте сегодня своих пассивных мужей, создавайте семьи с настоящими мальцевцами, как мечтает Вячеслав Мальцев. А постепенно, вот что он вам сказал, что отношения станут другими, более регламентированными. А какие регламенты, он, конечно, пропишет. Это, конечно, смешно, но местами это все-таки грустно. Потому что, например, такие люди, которых мы считаем за серьезных людей, ну, как скажем, Алексей Навальный, вполне себе якшается вот с этим умалишенным человеком. Он с ним ведет эфиры, общается, и ты задаешь себе вопрос. А Алексей Навальный, он до конца отдает себе отчет, с кем он вообще имеет дело. Или, например, такой политолог, как Станислав Белковский. Ну, вот теперь он решил возглавлять какой-то там агитационный штаб Собчак, чем очень резко упал в моих глазах. Ну, и с Вячеславом Мальцевым он тоже вводит всякие хороводы. Возникает вопрос. Ребята, вы с любым сумасшедшим готовы сотрудничать, лишь бы только получить лишнюю площадку для агитации? Так, что ли, получается? Так вы поймите, вы своими пассивными действиями в конце концов приведете к тому, что вот эти самые настоящие буйные и придут к власти. И кто их знает, может быть, действительно, начнут освобождать квартиры в Москве для того, чтобы заселить своих халявщиков, готовых на все, что угодно, чтобы получить за даром, как они считают то, что принадлежит им. По большому счету, это уже проходили в 917-м, но странное дело, сто лет прошло, и вот оно вылупилось, еще одно такое же, а может быть, даже еще хуже и кровавее. Осеннее обострение у психов совсем начинает сносить голову. Вячеславу Мальцеву нужно было изначально провозгласить «Все психи страны объединяйтесь», можно было к ним же подключить еще и лохов, еще и халявщиков, вот и зэки подтянутся, гастарбитеры, и представьте себе, какая веселая толпа может образоваться за вот таким вот чокнутым. Обратите внимание на его глаза. Если бы я мог обратиться к Вячеславу Мальцеву, я бы ему сказал «Дядя», тот, кто вам написал это сообщение, намекнул вам на то, что 53-й год у вас уже был, и да, он был 60 лет тому назад, но, к сожалению, вы, и такие, как вы, не учитесь на ошибках, вы собираетесь опять устраивать репрессии, отбирать у всех и делить среди бедных. Это уже проходили, и это не срабатывает. А еще каждодневное сидение на YouTube по 2 часа, видимо, подорвало и без того нестабильную психику этого человека. Ну, например, он элементарно не понимает, что народный бунт и революция – это разные вещи. Революционные процессы только тогда возможны, когда они идут во всех слоях общества, когда и элита в этом заинтересована. К сожалению, до Вячеслава Мальцева эта простая мысль не доходит. Даже если ему удастся поднять народный бунт, этот бунт будет подавлен, как любой другой народный бунт. Даже если в стране будет полное падение экономики, гиперинфляция, не будет хватать питания, закроются все основные предприятия, даже в этом случае еще далеко до революции. Так что, Вячеслав Мальцев, развлекайте публику, вы уже переплюнули Жириновского, который обещал каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки, вы пообещали квартиры в Москве. Такие сообщения не проходят просто так, а когда вас и ваших артподготовцев по всей стране повяжут и подавят, всему миру покажет ваше заявление о том, что вы хотели освободить Москву от москвичей и заселить ее гражданами со всей необъятной России. Я думаю, что даже на Западе скажут, что да, место этого человека в психбольнице, и да, его нужно изолировать от общества. Вот к чему приводят все эти популистские заявления. Фантазер ты, Слава. Ну что ж, блин. Нет, не фантазер. Просто дурачок.